так что там дальше про фамилии не будем так компьютера кричать не надо павлову этому павлу пусть поживет так попова сергей здравствуйте вера здравствуйте спасибо здравия да дело в том что это знаете как мне надо как-то обозвать вот павел понятно сегодня у него настроение бывает смотрите итак этот голден обычно называется golden delicious если вы найдете это яблоко она будет похоже но чуть мельче и она будет чисто зеленым а этот у меня окрасился а подой у него сибирка она у неё цвет такой темно-бордовый вот явно видно что сказалось да вот теперь смотрите что мне с ним делать назвать голден дальше ну извините но приехал же к уйдема горит это не голден павел станьте на мое место ну на секунду по на минуту пожалуйста я как бы оправдываюсь перед вами как его назвать то совершенно это с другая окраска и крупнее ну как вот вот скажите вы как приехал этот самый обозвал разными названиями боднар на его позвали нас позвали я не поехал на съезд садовода в россии он выступил показал фотографии красоты необыкновенная эти самые огромные деревья урожай сумасшедшие и вчера поздний ранний желтый красно-желтые плоды красные плоды потом еще какие-то бывают вот белые плоды все он взял надавал своих названий кто-то там честь жены и так далее и получил за это скажите как он и должен был назвать боднара 1 можно было боднара 2 так и здесь у меня же тоже полно что мне назвать его голден номер один но это не голден вы поймите у меня я уже в отчаянии просто но с другой стороны вы же сами с вами видели что там была реклама павел и там человек который назвал голден железово и уже продает саженцы а как он иначе будет продавать как но это не голден тот самый а голден то не один же вот как вот скажите мне вот там ниже напишите мне напишите мне название знаю что я показывал не раз яблоко 300 500 грамм так это самое голден даже переводится как золотое она действительно как бы золотистое вот но не на недели шесть не зеленых что мне делать то павел по другому скажите как пронумеровать а дальше что где ученые которые приезжали боднару ко мне приезжали мы черенки давали мы косточки давали я и боднар прошли годы вместо этих заслуженных как сертификат или как там еще зовут этих самых поселеть вот когда я только заикнулся тогда боднару а он еще был живой на лице это самый добрый человек на свете да если ко мне еще они сразу ксунуться я их вот этой лопаты по хребту где все это и если этот ябл допустим не железово допустим голден от железово вот или допустим точнее бодна как назвать вегетативный клон но их нет на природе этих клонов мало что я утверждаю и вдруг приехали и как нам на испытание потом получите деньги вот бы она получила вот круг замкнулся так всем привет давайте отстанем от павла также 2 носи трясет дуну дуну вообще в этом новый полис холода устроили а михаил так или напарина это подделка питомника почему не поняли он там сам привел на питомник настоящий я имел ввиду яблони голден они секатор всем здравия поздравляю прекрасных женщин желаю ринат вы тоже нормальный чек а не то что мы спала спасибо за поздравление здравствуйте поляка сиренец расскажите о жизнеспособности саженцев черенков которые высаживаете признание чего хорошего повторили эти же самые сейчас я не буду долго говорить сами видите время сколько вот еще кто-то после этого еще за стол успеет сесть так вот черенки и саженцы они питомниках теряют свое качество но ненадолго вот допустим так один год она вообще не повлияет вот через несколько лет получится следующее там щелкает такой переключатель и у них есть два направления на морозостойкость то есть на выдержка на жизнестойкость вы же мою повторили мою фразу правильно вот жизнеспособность я правда называю не так я называю жизнестойкость но это одно и то же через несколько лет они начинают терять свои качества они остаются там и тогда уже навсегда высадил и считая что высадил это мои предположения предположение вот мы привезли их на север вот как тот хасанский персик он стал благодаря конкретной работе жесточайшим условиям выживали не все брать не буду значит он не приехал морозостойки это все-таки хасанский вам они с украины который у меня замерз вот и какой-то момент я десяток посадил теплицу пройдет несколько лет а остальные на морозе зимой тем показывал пройдет несколько лет извините это будет два совершенно разных назовем клона один будет крупнее слаще плоды но он обречен будет всю жизнь жить питомники и уже через два-три года черенки с него напрягу брать будет нельзя это предположение да я в них разбудил невероятную супер морозостойкость она связана вот с плодами вот у меня когда это когда ко мне приезжала это главный редак я же ничего не выдумываю есть главный редактор головина вот крупнейшая сибирская газета была презента и вот она ко мне приезжает а я персиком к а тут же персиков нет они упали или же а у меня персик там ветки вот на такое расстояние от земли вы бы видели я железа толстый такой был все толще чем сейчас я сложился на живот и по-пластунски заползал туда и там кряхтя выгребал они вот такие были а у всех моих последствий они крупнее но это точно мои они же не выдумывают они говорят ваш черенок ваш саженец ваши косточки почему тепло попали и вот постепенно пройдет будет две ветки те что остались у меня теплица пожалуйста берите черенки плевать и садите в теплицу ну год-два еще а три они могут еще сохранить свои сибирские качества то есть вот это то что вы назвали жизнеспособность ну вот коротко при пересадке в грунт и ну я фактически ответил два-три года и все навсегда они обречены жить тепле это как наши дети сейчас уже все высуне высунуться на улицу болеть сразу начинает сразу болеть а я наличание ребенок с утра до вечера на любом морозе на любом ветру свободное время в тундру свободное время на этих я не говорю что нынешние дети я же тоже рисковал на ординах катались весной во время паводка вот это было сейчас попробуй сейчас же не выпустишь ребенка не можем во дворе отпусти перейти улицу пьянь раскатывает вот из-за заперли их естественно что это будет другое я уж извините что так получилось случайно вспомнил про это это будет совершенно другой хомо сапис хомо домашний кусок хомо домашний кусок он будет болеть 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 он будет давать каждому году потом что все хуже а я все по-прежнему говорю двор пуст опять сделал фотографии только моя внучка жаль не могу сейчас показать нет если напишите покажи правду покажи я сейчас найду и ну то есть после вашего этого вдруг вы скажете что я выдумал и так это касается и нас тоже татарстан бугульминский район на улице было буранку 7 сантиметров пока сухие абрикосы не откапал когда начнется таяние надо будет откопать это это судьба но не предназначен я же не волшебник что я люблю абрикосы везде будут плодоносить не меня даже этот самый товарищ как его этот самый павел даже за за язык не поймает нет каждому абрикосы свое место у нас они пасли на крутых склонах вот там они не могли сгнить потому что только весна и нету воды и нету мокрого снега вот это было а у вас 7 сантиметров это по грудь ну не по грудь по пояс попробуйте не откопать а так я говорю ничего саду делать не надо попробуйте не делать сгниют доброго утра вечера благодарю за поздравление галина от всей души если бы узнали какие мы сволочи какие бы неблагодарные повезло нам отдать бы часть нашего везения вам женщина всего доброго вечера немножко опоздал но ничего вижу запись лобасов тоже поздравляет мне в нашей мужики еще есть так валерия тулов с праздником